Потому как... Сейчас буду... На вебке я, звук должен быть хуже. Давайте сразу посмотрим, что вообще это за матч. Ну такой... Астон Вилла у нас, так называемые львы, идут на 14 месте, там у нас стинг. А вот Сандерленд, черные коты, коты как хотите называйте, идут на 12 месте. Обе команды имеют 9 очков, но у Сандерленда шансов больше выбраться из этого, ну как бы подвала, да, АПЛ-ки. Потому как у него все-таки игр меньше сыграно. Ну вот с тинга видно то, что не прет игра, у Сандерленда статистика получше будет. Меньше он пропустил, но забил поменьше. Но он может это питать. Поэтому в принципе такая принципиальная борьба будет у нас. Ну можно посмотреть, что Сау Гемптон, святые на первом месте. Потом идут Сити. Их называют Мишки. Я не люблю так называть. Вот на третьем месте Петушки. Ньюкасл на четвертом. Пятый Эвертон, казалось бы. Ну вот тут будет борьба жесткая. То есть как бы сток, он тоже настроен позитивно. Плюс МЮ сейчас, так как ушел паника на время, да. То есть МЮ сейчас может похуже занять место. Надеюсь меня слышно. Ладно, короче говоря, не буду много разглагольствовать. Сразу пойду в матч. Ой, на Петровский стадион. Ну ладно, без разницы. Ой, формы прогрузились. Отлично. Круто. Значит, теперь мы точно знаем, как правильно прогружать. Хоз сейчас будет у БиБиКея. Порой с ним лагает удар. Гол! Вот так вот сразу забивают котики. Малыши забивают они львам. Сразу же проходит атака. И такой дальний удар незамысловатый. И гол. Забивает очень быстрый гол. А таком каждая команда может мечтать в каждом матче. Так что посмотрим, как сейчас будет действовать Стинг, чтобы, ну, как-то сравнять этот счет. Зашка. Ой-ой-ой, сейчас будет дальний удар. Вратарь отбивает Гюзан. Сегодня у нас стоит на воротах. Там видно его лысый плеш. Лысый плеш. Абон Лахор. Обматывает дальний удар. Ой-ой-ой. Фостер аж офигел. Дэннинкс удар. И два раза Фостер своим телом здоровенным накрывает. Последний раз, когда я комментировал, этот Фостер просто тащил нереальные моменты с Манчестер-Сити. И он очень, да, был важную победу. Викем! Удар! Но тут все-таки Гюзан может помочь своей команде. Нихрена себе, как начали эти команды. Видно, что они не будут тут телиться. Куалереллы мы видим нет. Может быть, он выйдет на второй тайм. А Эшли Янг. Пас на Лассана Диару. Гонзалес перехватывает. Это, кстати, лучше Гонзалес. Кто не знает, играет и в спорту очень, которых плесил много. В Марселе он, по-моему, играл. Если не ошибаюсь. Адам Джонсон. Вот он мой любимчик. Удар с левой ноги и мимо. Очень любил, когда он играл за Манчестер-Сити. Очень крутой футболист. Но мне нравились его дальние удары. Они просто были пушечные всегда. Но вот не сложилась у него судьба в Сити. Он играет за Котов. И, кстати, положил, по-моему, то ли один, то ли два гола Сити. И даже как-то чемпионство из-за этого сраного гола. Там отнял очки очень важные. Короче, Адам Джонсон очень крутой футболист. Я за него говорю. Подольский вообще у нас по защите катает слева. Ну, находит применение футболистом. Стинг молодец. Ларсон. Пас на Уикена. Дерьмовый принимает он. Заха. Да, не удар. Ну, такой не Дани, но удар. Но пока не в створ. В этом моменте он в створ не попал. Блин, какие-то забойные 13 минут выдались. Бибики, конечно, какую-то гадость тут катает. Стингу сейчас очень сложно, потому как с таким сноуболем, сноуболем, да, сноубол, он может просто засноуболить и забить пару мячей. Эшли Янг, Эшли Янг, Эшли Янг, ух, в подкате играет, подцепляет мяч, но не получается у него. И Фостер вынес своей команде. Мяч пусть бегает Ларсон. Батштубер там до мяча не добирается. Абон Лахор. Ставит корпус. До Дэни мяч не доходит. Дэнингс у нас играет в Астонвилле. Сандерлен по-прежнему уйдет. 1-0. Эшли Янг. Но тут может что угодно случиться, пока... Подольский. На него пушечный удар в этой версии. Абон Лахор. Навес. Ну, может быть, стоило пробить? Может, какой-нибудь Фостер ошибку бы допустил? Все-таки он такой, как бы, рослый, но он может под руками-то пропустить спокойно. Выкаем. Пас на Дом Джонсон. На Дом Джонсон может бежать. Это его основная работа. Дает пас в центр. Лучше Гонзалес под левую. Но не дали ему возможности показать свой удар, который у него достаточно неплохой. Эшли Янг. Пас неточный. Пищик. Играет в защите. Адам Джонсон. Пас на Выкаема. Зашка тут у нас бежит. Я Зашка Яшка его называю. Выкаем. Ничего себе дриблинг. Удар. И Гюзен. Гюзен, малыш. Лысый отбивает этот мяч. Ничего себе. Хороший сейф. Тут подольский на свой я. Бывается, выделывается. Короче говоря. Финтом. В никуда. Марсельскую рулетку заложил. Выкаем. Выкаем. Сейчас будет выход 1-1. Выкаем. Против него Ласан Диара. Диара. Выкаем. Удар. И рядом со штангой пролетает мертвая зона Блада Гузена. И Гюзен тут малыш. Просто ничего не мог поделать. Да, я уже 4 раза малыш сказал. Но Гюзен он такой малыш, что его хочется просто потискать. Ладно. Это мои, конечно, наклонности. Прошу прощения. Батштубер. Пас на Выкаема. У нас играют без защиты явно команды. Дают очень много пространства. Заха. Удар. На перекладины. Сколько моментов уже у Биги Кей. Это, конечно, жесть. И Астон Вилла. Вот так вот. Ласан Диара. Ричардс. Подольский. А может быть, слева его на правую сторону? Эшли Ян. Будет удар. Удары. Но высоко. Доворот было. Там где-то полметра точно. Но Фостер этот мяч не брал. Но такие редко залетают. Бывают они анимации такие. Достают мяч все-таки. Скрипт есть такой. Подольский. Левая. Можно бить удары. Иго! Подольский! Лукаш Подольский! Вот это левая! Неплохой удар. Очень хороший удар получился. И просто мягенько так вложил он мяч. Просто под самую штангу. Шестерку. Там я не знаю, шестерка это или нет. Но очень сочный. Мне такие голы нравятся. Ну что, 1-1. Вот так вот. Подольский все-таки смог под левую мячик подложить. И как же бахнул. Вообще, типа, левые футболисты подразумевают, конечно, идеальное под правую сторону. То есть, типа, он, ну, как бы левша, да, и на правом фланге под левую ногу. То есть, он забегает, как херачит. Так, перехват. Лос-Андиара. Ну, почему пас-то такой кривой? Ну, Заха. Выкием. Сейчас будет пас на Адам Джонсон. На Адам Джонсон. Можно пробежать немножко. Он это делает. Дает пас. На Баркчисту берет. Ну, тут идет какая-то канитель. Заха. Навес. Адам Джонсон под левый мяч. Можно было бить Гонзалес. Удар. Не точно. Но накрыли. Скорее, накрыли его защитники. Так будет правильно так сказать. Отличный подкат. Эшли Янг с мячом. Контратака. Яич. Пас на Абон Лахора. Абон Лахор не точно. Но в пасами пока у Стинга там явные проблемы. Футболисты какой-то фигней занимаются. Не дают точные пасы. И за счет этого он бы смог очень выгодно сделать. Заха. Удар. Но тут гузан. Хорош. Второй раз. Уже в порядке. Вратарь. Американский вратарь. Американского пошива. Да, такого? Вратарь. Так. Да не. Да не. Дэннингс. Ну что это за фигня? Данька, ты чего? Мог спокойно расстреливать ногой в дальний, в ближний. Блин, в упор. А в итоге пробил головой. Отличный был заброс, кстати. Вот это очень тоненькое. Сейчас было. Еще раз. Но тут уже четко играют защитники. Но пищик там что-то потерял своего пацаненка. И тем самым Дэннингс мог сейчас уже счет-то сделать в пользу Астонвилла. Вот так вот. Так что по моментам опасным по сути сравнялись. И очень бодрая игра. Я уже не заметил. Вот уже прошел первый тайм. Очень крутая игра. Ну. Хороший подвал у нас в ВПЛ. Явно это характеризуется с хорошей стороны лигу. Но в ВПЛ вообще всегда хорошие игроки играли. Так что по среде не сравнится. Евролига-то это вообще не сравнится. Хотя там есть и Берефики всякие сраные. И ПСЖ. Ну Селтик. Такая команда. Не самая сильная. Ну Аякс вообще отсосная команда. Ларсен. Ну тут перехватывает. Ну вот так вот заканчивается матч. Вот такие вот у нас удары. Ну блин. Дайте Подольску гол посмотреть, гады. Ну Сандерленд все-таки чуть, видите, по моментам лучше. Ну а так в целом Стингу удалось перевести игру. И вот в последнюю 15 минутку, конечно, он выглядел лучше. Не знаю судить вам. Но мне очень понравилось это. Мне понравилось то, что такие у нас качели. Туда-сюда идет эта игра. Ну посмотрим. Сейчас будет преимущество у Стинга. Потому что, ну, с Бибикеем бывает лагает на его хосте. Вот так вот. Абонлахор. Прострел. Абонлахор. Пасса хороший. Но не хватило. Чуть-чуть везения. В этом моменте Заха. Ну там Уикам был в километровом офсайде. Ричардс. Сон. Подольский. Подольскому нельзя бить давать, понимаете? Бибикеем вот один раз дал. Бить и... Ну что, Уикам. Отличный пас на него. Уикам. Навес. Но тут Адам Джонсона прикрыли. Отлично играет защита. Ну пока нормально. Вот сейчас такое может быть ответная. Ответная атака сейчас будет. Подольский. Его подкидывает. Навес. И... Что? Оффсайд. У нас так один тренер на Риберне делал постоянно. Кстати, он почти... Ну, хотя... Кто знает. Ну, получалось у него, короче. До Адресата почти всегда мяч доводить. Даже 2 на 2, когда играли. Гонзалес. Лучше Гонзалес. Врывается. Заха. Но тут выиграл все-таки защитник борьбы. Ван Биг. Ларсон. Гонзалес. Вики Мудар. Эх, сейчас бы Адам Джонсону слева зарядить. Знаем, что у него все-таки удар прекрасный слева. Должен быть. Да, и справа хорош, в принципе, без разницы. Там, если хорошо падет, там будет нормально. Вратарю. В любом случае, Эшли Янг катит на другой фланг. Паст-центр. В такую затяжную атаку он выдвинулся. Стинг. Подольский. Навес. Ну, не очень. Затея была хорошая. Исполнение подкачало. Плюс защита хорошо сыграло. Так что тут ничего особенного за тот момент я отметить не могу. Ну, Адам Джонсон играет в стеночку. Чуть не хватает ему точности и скорости в передаче. Адам Джонсон перехватывает обратно на Ларсона. Ну, тут Подольский уже молодец. Подольский перехватывает. Тардели. Абон Лахор. Тардели. Удары. Промахивается футболист. Астен Виллы. Ай-яй-яй. Какой момент хороший был. Тардели промахивается. Не попадает в створ, что нужно было ему сделать, потому как расстрелил он. Ой-ой, Викем прорывается. Викем какой-то читак, на самом деле. По скиллам он вообще, ну, такой отсос достаточный. Сравнив с другими норм-напами. Заха! Хоть штрафную. Пас был хороший, но защита лучшая тут играет. Так, Эшли Янг с мечом. Борется. Пасует на Подольского. Что придумает Лукаш? Так, так, так. Теряет мяч. Лукаш Писчик. Лукаш Подольский проиграл Лукашу Писчику. Так, тут Доусин. Эшли Янг. Подольский. Может, зарядишь отсюда? Миддл-шутингом своим. Эшли Янг. Эшли Янг. Ну, зачем пас? Мог бить или хотя бы чуть продвинуться. Дальний удар. Не опасно. Лас-Ван-Диара. Будут у нас какие-то заменки, видимо, произведены. 66 минут. Сыграно, да, 67-ая минута. Так, ну, там я не видел, кто вышел, ну ладно. Коля Релакс, это почему-то не играет. Я не знаю, может, там у него травма или карточка. Может, еще что-то. Может, ну, Канда, видимо, какая-то хридовая. Прочитал Писчик, пока лучший защитник в составе Сандерленда. Гонзалес. Пас на Зашку. Зашка-Яшка. Уикем. Уикем терзает, конечно, падла. Он мне гол забил еще, когда мы кавы играли. Бесить меня. Гузен выносит. Ван-Би, перехват, Диара не успевает. Уикем, боже ты мой, он красный у него всегда или что? Так, бегает, Р-2 зажав. Так, Ларсен. Ларсен, хоть штрафную, пасует, Адам Джонсон. Бить не получается. В Лар... Все. На этом заканчивается. Ну, типа, Ларсен он не стал бить. Типа, это дрочка, да? Считается, боится. Что если он пройдет 3 метра. Ну, хотя, может, там удар дерьмовый. Не знаю, чуваки, там какой у него удар Абонлахор Не точно, Хусти Сабоч Хусти вышел Этот футболист Был достаточно хорош В питерском зените И потом еще он играл в Германии Не помню, правда, за кого Память не резиновая Таким Ну, как бы, блин, он мне не очень нравился Как футболист, левша Ничего особенного Гуикем, выход 1-1 Удары Опять-таки промахивается футболист С Андерленда До этого Остенвилла не забил Забил похожий момент А тут, в общем, подкачал уже Выком Читак команды подкачал Подольский может бахнуть Ой-ой-ой, как же хорошо Сейчас пищик перехватил Вот хвалю я его, не зря хвалю, молодец Сейчас бы целевая, как Подольский вышел Как тарабахнул бы Хусти Под левый удар И тащит Фостер Фрейзер Фостер Вот это сейф, мазафака Саблач Хусти Это било наверняка уже, казалось бы Но там Фостер опять Чудит Лос-Андиаро Дальний Вот это пушка Гол Ну дайте ж посмотреть на гол Боже, как же он вбахнул Вот это гол Да Вот эти голы я такие люблю Мне насрать на всякие комбинашки А когда залетает дальний Это, конечно, суперски Викем 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 удар Дальний удар Фостер Ну там Фостер был, конечно, бессилен Я обязательно постараюсь этот матч показать Ну, смотрите Что? Астонвилла Забила два мяча дальними ударами Вот так вот Викем Что придумает? Один он и дохреная человек тут Ничего он не может Знаменитая цитата Так, ну чё Пас на Диара У Лас Абон Лахор играет с Хусти Хусти, Абон Лахор Да не удар, но тут он пережал, видимо Но сочный удар, не понравился Не понравилось то, что не показывают Галу В принципе, могли бы на трансляцию сыграть Всё-таки знает Стинг То, что я показываю, хотя бы мог бы мне дать насладиться Не думаю, что вообще кто-то сейчас смотрит эту трансляцию Но я с тем, кто смотрит, привет Привет, и надеюсь, меня хотя бы слышно И не сильные лаги, и хотя бы смотреть это можно Вот так вот Кстати, смотрите, лучшие голы Там достаточно прикольный гол в стиле АПЛ Забили Хаби Там на трансляции гол, конечно, хреново я записал Да, там типа качество дерьмовое Но всё равно, можно посмотреть Ставьте лойсы, пусть, короче, Сойер лучше гол занят Потому что реально такие голы очень давно не видел То есть мало кто пользуется вот этими дальним выбросом Всякое такое, да, любит все скидывать в ноги А тут человек так круто разыграл Блин, не видно было, что это запланировано То есть он там где-то час ждал Зашка разворачивается Ну что, есть, есть ещё Last Chance пока у Котов Адам... Нет, тут Флетчер Ай-яй-яй, Флетчер, Флетчер Ну, добрый вечер, Бон Флетчер Этекдотки Так, ну что, скорее всего Так, да, всё Не дают нам протоковать И Астон Вилла волевую победу одерживает в этом матче Не, матч крутой, реально, очень качественный Мне понравился Хоть ошибки были, но два дальних удара И это супер На первой минуте, кстати, забил Зашка Ларсен дальний удар сделал Вот здесь, казалось бы, могло просто всё решиться Если попади вон в створ Заха Там два ноли и поплыл бы Стинг Ну вот тут вот моментик ещё был А Бон Лахор бахнул А, нет, это Эшлиянг Прошу прощения Ну да, там далеко было Вот Подольский смотрим, какая пушка у него Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Потом поймем, зачем он это делает. И вот он гол, красавец. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же он забивает. Идеально попадает. Мяч по траектории. Просто вверх идет. По дуге такой. Просто мертвый мяч. Фрейзен Фостер ничего не делает. Статистика совершенно равная. Совершенно равная борьба. В которой больше везет Стингу. Спасибо за просмотр. Это крутая ПЛ, чуваки. Вот такие матчи надо смотреть. Всего хорошего.